Здравствуйте, господин Тменов. Мы с вами встретились на чемпионате Европы в Челябинске. Как ваше впечатление не о самом турнире, а я хочу узнать о борьбе? В Челябинске. Я знаю, что в Челябинске именно он такой, как бы, одна из спортивных точек России. И ребята здесь, друзья у меня, здесь много друзей. В принципе, то, что чемпионат Европы состоялся в Челябинске, ну, это как бы прогнозируемо было. Было решение, что надо провести в Челябинске. Но организации, я думаю, что за последние 10 лет я такой организации не видел. То есть она превзошла все предыдущие? Она превзошла не только все предыдущие. Я думаю, что та команда во главе с губернатором и с вице-президентом Федерации Дзюдо Черноховым Дмитрием, она, в принципе, поработала так, что любая другая команда может позавидовать. Я думаю, что такой организации. Но то, что я увидел, я скажу, что… А как вы думаете, с чем это связано, что именно вот так провести? Просто как бы я тоже узнавал мнение там про другие чемпионаты, говорили, ну, так вот, нормально, спокойно. Почему именно вот здесь? Я думаю, что, во-первых, зависит все от губернатора. Глава, я так вижу, смотрю, что он любит. Он не только, я думаю, что дзюдо любит, но и он спортивный человек. И Челябинск почему бы и нет хорошей традиции здесь именно в этом виде спорта, в дзюдо именно хорошей традиции. Здесь хорошая школа. Тем более, недавно построили центр олимпийской подготовки именно целенаправленно над дзюдо. И, в принципе, для того, чтобы посмотреть, как развивается дзюдо в Челябинске, для этого нужно было провести вот такой, на мой взгляд, грандиозный такой турнир, который войдет в историю… Самый лучший чемпионат Европы, мне все-таки кажется, вчера мы еще обсуждали этот вопрос, и все иностранцы, все сходятся к мнению, что… Так, это что касается организации, да, все в восторге. Теперь я хочу окунуться непосредственно в само действие, в борьбу. Как вам она, как вы оцениваете сегодняшних дзюдоистов с точки зрения профессионала дзюдо? Ну, я думаю, что чемпионат Европы, тем более это последний старт перед олимпийскими, где некоторые члены сборовой команды, которые хотят бороться на олимпийских, они проверяют здесь мои силы, смотрят как подготовительный этап к концу четырехлетия – это олимпийский. Я думаю, что как может быть борьба чемпионов? Россия выиграла четыре золота. Я думаю, что это лучший показатель, что в Европе мы сильные, но если в таком задоре, в таком запале, если на олимпийских играх тоже команда выступит, я думаю, что мы потом сядем и будем результаты анализировать, что хорошо, что плохо, кто ошибку сделал, кто нет. Но я думаю, что в этом году показатель такой именно работы дзюдо, которая проведена за четыре года – это будет олимпийский. Вы кого-то от себя можете, вот за кого-то болели или выделить кого-то, кто вам понравился, из российской команды и, допустим, из иностранцев, если вы так можете, кто-то удивил чем-то? У меня такого нет. У меня есть возможность болеть за нашу команду. И я за нее переживаю душой и сердцем. И я вас уверяю, что на другие команды не остается. Мне энергия не запала, ничего. Для вас предсказуема была победа Александра Михайловна? Или вы не думали, что он будет победителем? Я думаю, что перед Олимпийскими играми для него это хороший запал. Да и для всех, которые проверили свои силы сейчас. В принципе, дзюдо – не предсказуемый вид спорта. Поэтому нельзя так сказать, что вот я запрограммирован на то, чтобы тот или иной человек стал чемпионом. Дзюдо – такой вид спорта, что мастер может от новичка упасть. В принципе, в этом ничего удивительного нет. Все это понимают. Надо полную концентрацию. И тогда я думаю, что у них все есть, у ребят все есть. Есть физика, есть техника, есть тренерский и преподавательский состав, который у них есть. Там тоже ребята, знающие, что такое дзюдо микромослички. Я думаю, что и выводы сделают с этого чемпионата. А удача нужна на Олимпиаде? Я думаю, что… Она какое место занимает? Удача – только фарт нужен, спортивный фарт нужен. И я думаю, что надо будет подумать о том, чтобы вот такую же команду, чтобы у них эмоциональный подъем был как-то к Олимпиаде, подвести их так. И в принципе, если они будут на подъеме эмоциональном, я думаю, что в единоборствах это очень важно, чтобы человек поймал кураж. Чтобы он на праздники хотел быть. Это мой праздник, чтобы каждый почувствовал. Не то, что вот эта атмосфера Олимпиады нагнетающая. Нет, не должно быть этого. Наоборот, должна быть раскрепощенность. И тогда и спортивный фарт скажется, и звезды лягут, и там уже все, что хочешь. И спортсмены, и соперники лягут. Как вы думаете, из тех стран, которые приедут на Олимпийские игры, для сборной России и вообще в целом, кто более такие претенденты на Олимпиаду, на золото олимпийское? В принципе, в каждом весе. У нас в дзюдо есть тенденция не выделять такую либо страну, потому что на одном уровне сейчас очень много стран, стран 20 где-то, которые на одном уровне. Все зависит от того, как они грамотно подведут спортсмена к Олимпийскому. Так нельзя сказать, что те на голову сильнее. Они вообще сейчас в одни калитки, в одни калитки. Нет, даже про тех же японцев нельзя сказать. Про родоначальников как бы, ну и Франция, и Германия, Россия, и Грузия. Есть и республики СНГ, которые могут посоперничать на высоком уровне. Так что там будет человек на Олимпиаде. Тем более отберутся такие люди, которые достойны, наверное, представлять. Скажите, вот тренировочный процесс, вы прошли 3 Олимпиады, да? Да. И все тренировочные циклы, вот как я помню, как мне кажется, в принципе вы тренировались как по индивидуальной программе, да? Больше со своим личным тренером. Это, в принципе, как вы считаете, как спортсмен, да? Это лучше или когда тренировки проходят в команде, это более удобно? Я думаю, что команде более удобно. А то, что я тренировался как бы отдельно от команды. Но не только вы, еще и Виталий Макаров тоже как бы. И Виталий Макаров. Мы все вместе прям, мы все вместе прям отдельно. Мы видели, что там нет такого тренера, который мог бы, как можно сказать, мог бы вселить в нас уверенность, что вот команда, вот все. Тем более он не готов был на себя такую ответственность брать и соответственный такой результат. То есть все зависит от тренера, да? Все зависит от организатора, как он создает атмосферу рабочего. На сегодняшний день Гамбо, вы считаете, создает очень хорошую атмосферу в команде, да? Нормальную атмосферу создает, результат налицо. Я бы не сказал, что он вообще тренер сборной. Но вы и не только при Табакове тренировались? Я потому, что у меня есть с чем сравнивать. Я тренировался и с Каплиным, и с Савельем Николаевичем, и с Казаченко, и с Невзоровым. Все эти тренера с Остриковым, все тренера прошли на последнем. Можно сказать, никакой тренер. Скажите, сейчас немножко отвлечемся от спорта и окунемся в вашу сегодняшнюю жизнь. Чем занимается Табаково обменов сегодня после окончания спортивной карьеры? Ну, сейчас я уже работаю. Кимонон поменял на пиджак. Да, и я сейчас советник в аппарате полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном городе. И с Александром Геннадьевичем Копониным стараемся создать условия подрастающему поколению, создать атмосферу, создать материальную базу. Чтобы они вместо того, чтобы уходить в леса, у нас эта проблема существует на Северном Кавказе, и молодежь как бы старается искать себя, свои проявления. Вот мы стараемся выработать систему, чтобы больше людей уходило, больше молодежи уходило в сторону спорта, в сторону каких-то других полезных для государства отраслей. В принципе, в этом стараемся. Пока моя работа такая организаторская, по мне как бы интересная работа. Встречаясь с людьми, общаясь после дидо, как бы своеобразная публика тоже. К мне тоже надо привыкать. В принципе, как меня заинтересовало дидо, так может быть сейчас потихоньку заинтересовывает то, что в багаж опыта, который есть в дидо, можно сделать материальную базу, чтобы нужно было спокойно пропагандировать его. Может быть и... Вы участвуете в показательных тренировках, как-то передаете свой опыт молодым дидоистам? Как таковой нету, поэтому разрабатываем систему, чтобы можно было целенаправленно уже ездить в города, ездить с семинарами. Не только мастер-класс показывает. Ну там еще и судейские семинары. Сейчас большая потребность в тренерских кадрах. Их тоже семинары проводить, чтобы тренер не с улицы пришел, и он будет обучать, чтобы он не калечил детей, а чтобы целенаправленно человек с образованием, он хотел помочь в том или ином виде спорта. Ну так, в принципе, я бы с удовольствием ездил бы там, передавал бы. Свою полу Тамерлан-Отменову под дидо не открыли еще? Ну вот мы думаем, что вот такой же аналогичный ЦОП, как в Челябинске, хотим построить на окружной такой северокавказской академии. Где могли бы не только молодые дзюдоисты участвовать, но также как бы аккумулироваться в одни из лучших дзюдоистов северокавказа? Ну я думаю, что да, как бы типа интерната такого, чтобы не просто интернат, не школьная программа, а чтобы и... То есть там и учиться могли бы дети? Это как в футбольной академии, да, по принципу? Я думаю, что надо создать такую базу, чтобы и преподавать было удобно. Я думаю, что можно, может. Можно и такой вариант попробовать, чтобы они непосредственно там обучались. Ну там узкий специальность, там язык, правописание, математика. Вот такие узкие. Из своей спортивной карьеры вы можете, ну я понимаю, может быть сложно сейчас сразу, какой-нибудь курьезный смешной случай вспомнить? Ну, знаете, есть такие вещи, как вот, допустим, там, ну я понимаю, может быть, это такого не бывает в профессиональном дзюдо, но там любительском. Бывает, девушки выходят на поединок без футболки, забывая одеть футболку, ну что-нибудь такое. Нет, да я так образно говорю. Или, допустим, выходят забывая снять часы, там, или какие-то еще такие вот смешные случаи, может быть, или профессионалы уже такие вещи контролируют? Ну, в принципе, разные борцы. Или кто-то в поединке щекотал кого-то там. Ну, я таких, сейчас я тебе сразу не могу вспомнить, но бывает курьез, как не бывает. Без этих ситуаций, ну, я думаю, что надо просто покопаться в памяти, а так не могу допичаться. А свои первые соревнования, помните? Самые первые? Самые первые. Я помню. 36 килограмм. 36 килограмм. И какой результат был? Второе место. Ну, я запомнил, потому что мне за это второе место кимоно подарили. Он тогда еще маленький, для этого. Если тебе дарят кимоно, это считалось все. Считалось самым дорогим подарком в то время. А первое, свое первое место? Первое место, это на чемпионате России в Волгограде. Это ваше первое место было? Или на чемпионате России? На чемпионате России. В Кургане? Нет, в Волгограде. Первое место, 86 килограмм. И как бы вот с этого, с 94-го года. Но вот именно вот с победой в Волгоградском чемпионате России, вы для себя уже точно определили, что вы хотите идти в профессиональной боли, в олимпийское дзюдо? Или раньше? Я там и определил, что я должен бороться на олимпийских играх. Там. Как на деле. Ну а желание быть вот олимпийским спортсменом у вас было уже, когда вы пришли совсем молодым? Нет, я потом уже понял, что такое дзюдо. Что это? Я начал уже когда ездить на соревнования, я уже понял, что это не только вид спорта, которым можно заниматься. Это и общение, это и международные старты, это и познание разных культур в разных частях света ты пробовал и в принципе. Потом ты уже когда на пятистале на первом месте, уже тогда человек осознает, что для вот этого удовольствия, пятиминутного надо работать. Уже осознанный человек идет. И тогда скорее всего и пришла такая, как сказать, такая цель. Нарисовалась цель, олимпийские игры. И уже с тренером делали все для того, чтобы попасть на олимпийские игры и выступить. Вы пришли тренироваться господину Бекузарову и весь вот свой жизненный путь в дзюдо прошли с этим тренированием? Да, еще был Дубоев там еще вместе. Бекузаров, ну в одном заднем тренировании. И в принципе, да, вот эти два человека. А мы потом уже, когда стал выезжать, тогда Бекузаров постоянно был со мной. И помимо меня еще два парня выступали. В принципе, у нас хорошая команда была, и тренер всегда следовал. Ну и напоследок, что бы вы могли пожелать тем ребятам, которые еще не занимаются дзюдо, чтобы вот это, может быть, ваши слова будут последней такой каплей, которые они решат. Все, все-таки дзюдо. Не скрипка, допустим, а все-таки вот я решил дзюдо. Ну это, я бы сейчас сказал, что нынешней молодежи не хватает терпения. Они хотят все сразу, ничего не делая, чтобы них сразу лавры посыпались на них. Я думаю, что лучше всего и для них будет это трудолюбие. Пожелать им хорошего наставника, чтобы хороший наставник был у них. И я думаю, что прежде всего, мне кажется, что во всем этом процессе это будет наш главный режим. Соблюдать режим. Спасибо большое. Успехов. Спасибо.